Значит, сегодня у нас таких две очень интересных темы. Первая тема, это, как я обещал, вывод формулы для расстояния единственности методом Мартина Хеллмана, который гораздо проще, чем метод Шинона. И второе, мы с вами рассмотрим современную модель Юргенсена стойкости, теоретика информационности, стойкости Шинона. Вот. Значит, ну, мы с вами давайте работаем без перерыва, потому что я обещал вам две лекции, но поскольку я так понимаю, что погода нам сильно помешала, вот, и пришли достаточно мало народов, я благодарен тем, кто пришли, вот, визуальная, вернее, зрительная память у меня хорошая, вот, поэтому бонусы вам будут обеспечены. Вот. Ещё придумываю какие, но тем не менее. Так. Значит, с чего мы начинаем вывод формулы расстояния единственности по Мартину Хеллмана? С того, что я напоминаю вам очень хорошо вам известную формулу, энтропийный символ, которую вы должны были хорошо изучать в теории информации, значит, это последовательное приближение, да, то есть, если мы возьмём ряд, возьмём ряд, который мы считаем следующим образом, вот, начнём с H1, это, мы берём модель открытого текста, как мы с вами смотрели, да, модель частоты букв, да, просто-напросто, да, и делим на единичку, да, дальше берём модель частоты чего? Беграм, да, и делим на двоечку, и так далее, да. Вот, в кольце от лицом мы получаем вот такую вот предельную величину, которая называется энтропия на силу, и которая очень хорошо связана с другой формулой, которая нам понадобится, а именно формула для избыточности языка. Это, фактически, у нас единичка, минус энтропия наша на символ, на логарифм двоичный n, значит, где n у нас, это что? Это число букв в алфавите, да, мощность нашего алфавита. То есть n, это у нас мощность нашего алфавита. Ну, обратите внимание, что она показывает, да, поскольку вот это у нас что? Энтропия Хартли, фактически, да, то есть это если мы полностью используем все возможности чего? Оптимального кодирования в языке, да, то есть это полностью безысбыточный язык. Ну, естественно, такого не бывает, да, но при полностью неизбыточном языке, что у нас получается? Обратите внимание, что избыточность наша равна нуль. Ну, на самом деле, она стремится на нуль. Для идеального вот такого языка, ну, еще раз подчеркиваю, что такого, конечно, не бывает. Конечно, не бывает. Теперь мы с вами, вспомнив вот эти две необходимые нам в дальнейшем причины и как их подсчитывают, значит, мы рассуждаем следующий момент. Мы будем пытаться оценить количество ложных ключей или тех ключей, которые могут быть получены или могут использоваться при получении криптограммы для одного и того же шифр-текста. Что я имею в виду? Ну, пусть у нас криптограмма, есть криптограмма, сейчас приведу пример. Вот у нас есть криптограмма, полученная просто с помощью сдвигового шифра, да, варианта шифра простой замены, да, и у нас есть два наших открытых текста. Это лидер, допустимых, и аренда. Отвечающий двум ключам, наш F равно 5 и V равно 22. При этом один ключ у нас что? Поскольку шифр построен таким образом, чтобы допускать однозначное расшифрование, да, то есть шифр у нас, мы договаривались, что для данного ключа шифр у нас является объекцией, да, пока. мы не берем модели вероятности на общих правах. Так вот, в данном случае один ключ истинный, второй ключ ложный. Понятно, да, почему, да? потому что открытый текст, собственно говоря, у нас один должен быть. У нас должен быть один. поэтому мы с вами учитываем, вводим такую характеристику, вводим такую характеристику, как к у следующим образом. Значит, это количество ключей таких, что существует х, принадлежащий х, наш открытый текст, текст, и что у нас наша линтографа, это наш и то есть наш к и это множество ключей, для каждого из которых и является результатом зашифрования некоторого открытого текста. Ну и здесь давайте сразу скажем, что у нас открытые тексты длиной линтографа. Это важно, потому что получается, что как раз расстояние единственности и уход от техники статистического анализа, уход от техники предельной предельной техники пределов и сложной техники матанализа, к простым достаточно сейчас мы увидим выражениям, он возможен только в случае так называемой локальной стойкости, в случае конечных длин открытых текстов f. Итак, если у нас есть наша линтографа f, y, извините, то количество ложных ключей естественно у нас вот такой. Теперь, если мы пройдемся по всем нашим по всем нашим шифр текстом y, должен сказать, что здесь y у нас еще раз, что это множество a в степени l, это множество a в степени l, и второе, что у нас мы исключаем из рассмотрения те шифр тексты, да, которые могут встречаться в нашем множестве a от l, да, но не быть ни одним шифр текстом, который получен с помощью зашифрования, вы понимаете, то есть не всегда в множестве a от l есть только такие шифр тексты, которые получены с помощью какого-либо, не могут быть и не соответствовать ни одному ek x, это тоже важно, заметьте, пожалуйста, итак, если это так, то среднее количество ложных ключей k l мы определяем как сумму по 7y py на k y минус единица и поскольку у нас по формуле полной вероятности, как я уже сказал, мы рассматриваем только такие, мы ее легко приводим к виду, который нам в дальнейшем и будет нужен. p y на k y мощность этого множества и минус единица. И минус единица. То есть, если вот здесь у нас вот здесь скобочка закрывается, то здесь мы вот с помощью того, что пользуясь вот этим, переходим к такой форме. итак, итак, значит, теперь давайте рассматривать, я вот здесь вытру, теперь давайте рассмотрим традиционную справедливую для модели Шинона формулу для условной энтропии ключа относительно наших шифров текстов. А эта формула, она складывается из неопределенности нашего открытого текста плюс неопределенность ключа и минус неопределенность китрина. И будем последовательно смотреть на вот эту нашу величину h от x. Что такое у нас h от x? Она равна для нашей длины сообщения h от l. И это вот здесь внимание, первый такой шажок, который мы делаем достаточно грубо, да, то есть без использования предельной техники. Приблизительно она равна длине сообщения на наш интерпевр на символ. Ну, и если использовать те формулы, которые мы с вами записывали для рп, да, то это r на единица минус r избыточность на логарифм 2х и подставляем подставляем в эту формулу давайте я здесь продолжу. Получаем следующее. Получаем следующее. l на логарифм минус r на логарифм логарифм н плюс h от k и минус h от n. теперь посмотрим на вторую составляющую вот на эту. Что такое у нас энтропия y. Значит, ну, энтропия y у нас что? По формуле энтропии для Харпи не выше логарифма от мощности множества нашего y. Соответственно, если расписать наш y, это у нас а в степени l и, соответственно, это у нас равно логарифму m в степени l и равно l на логарифм в мощности n. соответственно, вот теперь применяем здесь мы получаем, что это больше или равно оставляем опять наш к оставляем опять наше плюс l единица минус l избыточность на логарифм в дуличной n наоборот если мы идем к большему значит там больше но почему может не мая теперь заметил что от него да и так и значит заменяем вот этим нашим то что мы записали l на логарифм двоичный n и это равно у нас вот здесь h от k минус l на избыточность и на логарифм двоичный n и у нас это уже очень похоже на ту формулу для расстояния единственности которую мы с вами знаем да дальше дальше что мы делаем дальше если расписать с другой стороны вот вот эту формулу как классическую условную энтропию это что будет это будет сумма по всем у опять подчеркиваю что здесь только значимой у вероятность вероятность на h как условие у маленькая это просто я расписал условную энтропию да меньше или равна опять пользуемся энтропией хартли то есть если сейчас мы четко запишем здесь то у нас получится следующее что это меньше или равно логарифма двоичного от суммы по всем у принадлежащей у п у на множество наших ключей соответствующих этому у и это равно логарифму двоичного к ложных ключей да вот этого ключа плюс единичный из той формулы которую мы с вами воспользуемся для количества ложных ключей и таким образом мы получаем в итоге следующее в итоге мы получаем очень красивую такую формулу что у нас h k при условии y меньше или равно логарифма двоичный от количества ложных ключей плюс единичка плюс единичка или логарифм двоичный количество ложных ключей плюс единичка расписываем то что мы получили больше или равно h как минус r на r избыточность на логарифм двоичный n логарифм логарифм двоичный m теперь последний штришок последний штришок мы вспоминаем что как правило ключи которые выбираются для шифра выбираются как равновероятно правильно и если он выбирается равновероятно то тогда вот это энтропия будет естественно что у нас максимально какая максимально у нас энтропия энтропия х то есть логарифм двоичный от множества k и окончательно получаем логарифм двоичный количество ложных ключей плюс единичка больше или равно логарифм двоичный множества k минус m на r на логарифм двоичный n экспоненцируя получаем нашу формулу которую сейчас мы и к чему мы стремились количество ложных ключей больше или равно мощности множества ключей на n степени n на n избыточность минус и н почему мы к этому стремились смотрите мы связали количество ложных ключей с мощностью ключевого пространства и что самое главное с длиной наших шифр текста это уже все это уже фактически формула для расстояния единственности теперь нужно просто посмотреть какое же минимальное l будет для того чтобы у нас однозначно количество ложных ключей чему было равно нулю правильно то есть поскольку количество однозначных ключей при расстоянии единственности у нас равно нулю то мы получаем наше расстояние единственности как l нулю это значит у нас верхняя граница логарифма дворечного к r избыточность на логарифм дворечного m вот ради чего собственно мы и забивали нашу работу и вот именно так путем оценки множества или разбивки множества всех шифр текстов на те которые принадлежат не принадлежат е к от x и учитывая то тот факт что энтропия на символ это все таки энтропия посчитанная для осмысленных текстов да а все наше множество x делится на множество осмысленных текстов и неосмысленных текстов те которые не принадлежат языку да мы получаем вот такую вот элегантную формулу с которой мы начинали работу раньше прошлый раз еще раз теперь прошу на него посмотреть и еще раз понять те выводы которые мы с вами говорили во первых естественно чем больше мощность ключевого пространства тем больше у нас расстояние единственности это понятно да то есть если у нас длина ключа будет в конечном итоге такой же как максимальная длина наших сообщений то мы получаем почти идеальную систему мы сейчас рассмотрим почему не совсем идеальную но почти идеальную далее если у нас R избыточность да у нас равна нулю да то мы тоже получаем идеальный шифр но уже совершенно по другой причине поскольку мы бы с вами говорили что у нас нет критерия да разделение множества X на какие осмысленные и несмысленные тексты понятно да то есть вот вот она кроется ну и наконец если у нас значит логарифм двоичного N будет равен нулю это что будет значит что N равна единице да то есть у нас алфавит состоит из одного символа да ну то есть фактически да у нас нет языка вот это значит нет языка мы получаем язык людейцев наваха да и расстояние тоже единственности у нас будет стремиться бесконечности вот из такой элегантный достаточно красивый вывод мартина хеллмана расстояние ключей без вот этих вот тяжелых техник связанных со статистическим анализом которых предлагал Шенон какие же все-таки еще огрубления и какие усреднения мы здесь использовали которые нам нужно обязательно заметить первое что расстояние единственности если его считать и я это прошу учесть вас потому что в задачах это будет обязательно касаться мы считали расстояние единственности для предельного случая так но если мы считаем расстояние единственности для шифра простой замены и модель открытого текста у нас это модель простых независимых символов да то есть мы учитываем только частоты символов то целесообразно вместо при подсчете расстояния единственности такой интервью применить интервью естественно так понятно да далее если вы говорите о шифре например какого виженера да то целесообразно для расстояния единственности применить вот это увеличение а не предельное значение для расстояния единственности будет более точным второе второе мы полагали что мощность множества вот этого ка да у нас является постоянным да то есть мы его не изменяли оно есть некая величина поэтому если мы будем рассматривать другой шифр а именно шифр гаммирования со случайной гаммой что будет происходить что у нас количество ключей растет вместе с длиной открытого текста это тоже мы с вами обсуждали и называли такие шифры идеальными шифрами в частности к таким видам шифров относятся шифры рип ван винг рип ван винг ключа шифр или шифр и таким образом мы действительно никогда не сможем опять-таки взломать шифр и стойкость этого шифра тоже относится к теоретике сложность информационной теоретика информационной стойкости теоретика информационной стойкости и теперь мы с вами можем немножко подытожить особенности модели шинона которые нужно учитывать при ее реальных применениях подчеркну что модель стойкости шинона это всего лишь модель поэтому при применении к реальным шифрам у нее есть условия когда она точная при нарушении этих условий которые мы сейчас запишем ее использовать для оценки стойкости нельзя поэтому эти условия мы назовем условием адекватности применения модели шинона их 6 итак первое итак первое используется алгебраическая и вероятностная модели шифров то есть используются наши модели которые мы с вами видим сигма 1 сигма 2 и модель пассивного противника то есть противник не изменяет шифр текста противник не меняет шифр текста второе второе условие идеальный канал связи то есть не рассматривается ситуации когда при передаче информации в шифр сообщения вносится ошибки то есть идеальный канал связи второе третье условие равномерное распределение ключей на множестве ключевого пространства это третье условие четвертое условие отсутствие обратной связи между отсутствием обратной связи между приемником и отправителем между приемником и отправителем пятое условие пятое условие отсутствие учета ценности информации отсутствие учета ценности информации то есть обратите внимание все иксы с нашей точки зрения описываются только моделью тетей аж от д дальше шестое последнее это все вычисления все вычисления происходит без ошибочек модель точек вычислить точных вычисления помимо этих шести условий применения то есть тех условий при которых модель шинона может использоваться для оценки стойкости криптосистем как в смысле теоретика информационного стойкости так и в смысле практической стойкости существуют ошибки просто которые совершил шинон когда вводил свою модель их четыре первая ошибка первая ошибка которую приводит это не ошибка но тем не менее его приводит это невозможность описания симметричных криптосистем ну их просто тогда не существовало то есть не могло существовать потому что они основаны на совершенно другую идеи идеи сложности вычислений ну вот поэтому они не описываются второе вот второе более серьезно некорректность некорректность введения уравнения расшифрования связанное с отсутствием ограничений на множестве шифротекстов у то есть возможность существования таких у что е к от x не равно y для любого x любого ну прификсированном к прификсированном к то есть фактически у нас обратное f минус первое под y не определено на множестве открытых сообщений вот это вот кажущаяся легкая неточность ведет к очень нехорошим последствиям вот при разборе модели юргенсена мы и робинс мы с вами это и увидим третья ошибка третья ошибка вот множество x то есть множество x опять-таки вводится без всяких условий то есть просто множество открытых текстов поэтому на множестве x очень сложно ввести критерии открытого текста то есть как недостаток можно запишать что множество x вводится без критерия открытого текста ну и последнее самое неприятное вот с чего мы начинали когда я вводил два криптограмма длины l которые соответствуют два открытых текста для разных ключей какой из них является ложным первое или второе непонятно то есть запишите что последнее очень существенно недостатка модели является некорректность введения понятия ложного ключа некорректно некорректность введения понятия ложного ключа то есть при работе на уровне на длинных текстах меньше чем расстояние единственности невозможно определить какой ключ является ложным о каком каким истинам о какой истине то есть один из них да они однисти но какой мы определить при определенной линии не может всего этого модель Шенона в настоящее время получила дальнейшее развитие в работах Юргенсона Робинса в работах Штарькова в работах Вайнера и Мау и мы сейчас все их последовательно рассмотрим первое с чего мы начнем уточнение это как раз уточнение это модель Юргенсона Робинс это уточнение понятия множества х и возможности определения понятия слабых ключей и сильных ключей на основе теории Калмогорова то есть на основе понятия о случайности последовательности и так мы будем опять рассматривать наши две модели основных вот и заметим что если мы применяем модель Сигма 2 то значит если у нас выполняется условие равенства мощностей множеств открытых ключей шифр текстов открытых сообщений шифр текстовых ключей то шифр является совершенно стойким в модели Шенона тогда и только тогда когда количество ключей когда количество ключей переводящих из х в у мощность равна единице для любых х из х у из у и вероятность выбора нашего ключа у нас соответствует равномерному распределению равномерному распределению для того чтобы формализовать понятие пассивных атак на криптосистему вводится понятие пассивной атаки а как подмножество декартового произведения координат вернее декартового произведения множество мощности множества широких текстов и открытых текстов то есть если у нас пара y и x принадлежит нашему альфа п то существует такой ключ который переводит собственно говоря из множества вернее сообщения открытого текста x в текст y то есть вообще говоря смотрите мы как раз убираем ту ошибку в модели шинона которая была допущена то есть мы фактически определяем только такие пары которые являются допустимыми парами данной шины и определяем что у нас область определения нашего множества пассивных атак это есть множество только тех y принадлежащих y и наша пара принадлежит нашему альфа п вот такой финт теоретика множественный финт позволяет нам более корректно описать просто наши множества пусть у нас ап от нашего сигма 1 значит это множество потенциальных атак для нашего шифра для нашего шифра значит поскольку у нас здесь два поскольку у нас вот это множество да мы можем записать вернее не можем записать поскольку оно является у нас решеткой относительно операции объединения пересечения нашего множества атак то мы можем представить наше полное множество атак следующим образом это объединение всех наших ап принадлежащих ап здесь сигма 1 важно поскольку мы не касаемся вероятности не касаемся вероятности всех наших множества пассивных атак всех наших множеств пассивных атак и вот на этом множестве на множестве всех и мы вводим внешнюю меру мю и вот теперь относительно этой меры сейчас мы ее запишем и поговорим относительно нее что являлось мерой на этом множестве относительно нашей модели шинона но сейчас мы увидим что эта мера прямо связана с расстоянием единственности с расстоянием единственности и так естественно если у нас мера видена таким образом что на области определения пассивных атак она будет равна нулю то фактически это будет означать что мы имеем систему стойкую относительно нашего введенного множества пассивных атак пассивных атак значит дополнительно то есть не будет существовать такой атаки да которая принадлежала наших барах y x то есть для данной конкретной шифры текста обратите внимание да такой атаки будет не существовать если мера у нас равна нул то есть здесь мы переходим от общего определения да шифр текстов и множества шифр текстов то есть среднего энтеропии в конкретном теоретика множественным отношением и введенной мере на y теперь посмотрим на множество альфа b от y для всех ключей для всех ключей то есть оно естественно больше единицы для нескольких ключей поэтому здесь внимание значит вводим еще одну меру ню от y которая характеризует просто размер мощности этого множества которая характеризует мощность этого множества для которых естественно вот тоже важно вот это мера уже не равна нулю то есть для которых потенциально атаки существуют понятно да вот если у нас вот эта мера равна нулю то такой атаки не существует в принципе а вот если такая атака существует да и мы вводим относительно нее другую меру то у нас возможно три разных случаев три разных случаев первый случай если у нас ню от y равна нулю это что значит это значит что нет возможности нет возможности определения нашего открытого текста по y то есть теоретически мы это сделать можем теоретически мы это сделать можем потому что у нас мера не равна нулю то есть такая атака принципиально существует но количество количество таких ключей которые мы можем вычислить равно модулю это тоже теоретика информационной стойкости но уже другого рода дальше v y у нас больше некой границы b что это значит это значит что у нас существует несколько x между которыми мы не можем то есть вот здесь не существует такого x вообще но не потому что не существует атака а вот здесь существует множество таких x то есть вот здесь фактически что это значит чтобы вы еще раз правильно вот здесь это значит что у нас ложные ключи все то есть у нас нет истинного ключа это как раз характеризует ту вещь когда у нас меняется k мощность множества k вот здесь у нас есть четко среди них решение но мы не можем пока среди них выбрать ну и nu y меньше b выбранной границы то есть мы можем вычислить этот по этому y можем вычислить x наше какое-то но с некоторой вероятностью но с некоторой вероятностью и вот теперь для того чтобы определить какие же меры это просто пока очень абстрактно мы можем в качестве меры например nu выбрать мощность этого множества напрямую в наглую но как его оценить вообще непонятно поэтому для того чтобы эта модель работала нам нужно ввести некую меру на множестве на самом деле x и такой мерой хорошей мерой в отличие статистической меры Шинона является мера Калмагора является мера Калмагора и вот сейчас мы посмотрим как с помощью введения Калмагоровской меры на множестве x получить очень интересный результат для Шинкра Вернама для которого казалось бы уже известно как бы все и мы посмотрим какие неожиданные совершенно выводы получатся исходя из совершенно формальной модели не так пусть у нас мы опять обсуждаем строки конечной длины конечной длины подчеркиваю как и при выводе формулы количество ложных ключей и обсудим какие из x можно определить как случайные как случайные строки пусть у нас x это длина слова в битах и для каждого x обозначим меру Калмагоровской сложности как сигма n вот такое обозначение введем по всем x как минимальная длина программы минимальная длина программы вычисляющая x тогда d x минус Калмагоровская сложность от x это отклонение x от случайной последовательности то есть фактически это можете неформально записать мера случайности x ну что это на практике для того чтобы в такой вот жуткой абстракции перейти к практическим вещам например мы берем несжатый x да и сжатый каким-то алгоритм x если между ними df равно нулю это что значит да мы ничего не смогли сжать и тогда отклонение от случайной последовательности равно нулю то есть последовательность случайная насколько мы смогли сжать настолько и менее случается мы сумели выявить какие-то закономерности мы сумели описать наше x более компактно чем просто запись двоичная x понятно да то есть алгоритм порождения x короче чем простая запись x понятно да ну еще раз приведу еще один пример значит мы можем записать например число да ну и вот так вот еще я запишу сто нулей а можем записать как один сто единица и сто нулей понятно да естественно вот эта запись короче чем такая запись понятно да и вот это у нас характеризует это не формально это просто для понимания потому что если подходить формально то ну мы с вами если останется время то вот фактически колбакоровская сложность это длина минимального декомпрессора то есть это алгоритм который разжимает x наоборот разжимает x и оказывается что для всех двоичных строк это длина это четко определенная величина с точностью до константа вот это конечно константа она очень сильно всем и везде мешает но тем не менее для нас это для нас это на сегодняшний день не важно то есть сейчас мы запишем вот относительно это то что нам сейчас нужно значит существует такая константа c что значит мощность множества x для которых калмогоровская сложность x равна то есть грубо говоря ну сейчас сейчас я запишу а потом мы с вами это обсудим тут строго больше кстати мощности x n минус c смотрите какая интересная штука то есть можно построить такое x да что доля случайных x в этом множестве будет не меньше видите чем n минус c более того эта константа вычислима вот это тоже важно то есть есть не вычислилый констант а эта константа вычислима то есть в любом множестве мы в принципе можем сказать сколько строк двоичных является случайным а сколько нет такая такая интересная штука ну опять-таки если взять совсем простой пример если мы описываем наше все множество просто от нуля до так сказать например множество всех двоичных строк длины например 3 да то говорить о том с точки зрения статистики да какая запись более случайно вот это или или вот это да бессмысленно статистика не решает такой задачи а для криптографии да интуитивно понятно что вот это последователь и вот это последователь она не хороша для криптографии да почему ну потому что если мы применяем шифр например вернама да вот такой вот да то такие ключи это точно являются слабыми ключами да да и такие в принципе тоже это инверсия да и вот как это оценить с точки зрения так сказать теории да вот так то есть калмогоров говорит о том всего лишь что вот в этом множестве да вот таких плохих с точки зрения нашей последовательности то есть а почему плохих потому что вот это можно сжать очень хорошо да записав просто три нуля три единички так вот таких последовательностей не очень много скажем так но они есть не очень много но они есть и пошли дальше значит поэтому поэтому значит мы смотрим на классическую модель классическую модель шифро одноразового блокнота то есть если у нас сигма-2 это наш шифр одноразового блокнота если к наша к множество ключей это множество совпадает с жф-2 н жф-2 н и у у нас равен х плюс к так вот смотрите какой какая интересная штука что если мы будем опять-таки подходить четко с точки зрения статистики то в модели шинона очень легко доказать что для любого х принадлежащей х п наших х у не равно п х то есть условия совершенной стойкости шинона как мы с вами говорили даже не условия а определение совершенной стойкости что фактически знание у нам не дает никакой информации об х ну и действительно что будут существовать такие пары x y для которых x плюс y не принадлежать будут множеству к хотя для выполнения вот этого да и в силу того что множество все равны они должны принадлежать множеству к поэтому удаление вот таких вот ключей о которых я вам сказал да на практике что будет повышать стойкость а в теории понижать понятно да вот парадокс этот парадокс шифра одноразового блокнота значит если же мы применим вот такой наш подход алгоритмической сложности то вот такие плохие будут что исключаться сразу и можно показать что для некоторых x y по у нас k s x плюс k будет примерно равно k s от k минус k s от x и даже k s x плюс k это можно строго показать меньше k s от k минус k s от x то есть что это значит что при вот это парадоксально действительно что при применении вот этой нашей дорогой операции самой хорошей криптографии операции x оралии побитого сложения по модулю 2 к случайному и не случайному слову может быть получено какое слово не случайное что в общем-то классической криптографии является парадоксом потому что действительно на том что если у нас мы складываем вот с k и k является случайным а это не случайным да то результат всегда будет случайно так вот как показывает вот это это не так абсолютно не так теперь задаемся вопросом а можно ли построить совершенно стойкий шифр теперь уже поскольку шифр вернама не является таким да то можно ли построить вообще совершенно стойкий шифр в смысле шимон оказывается можно но сейчас мы ждем что но и в этом огромный огромная заслуга этой модели что она показывает что совершенный шифр теоретико-информационный смысл можно построить но с следующими ограничениями если калмагоровская сложность от х меньше или равна с для всех х то для любого к из множества ключей калмагоровская сложность от х плюс к больше или равна множеству к минус с то есть а вот теперь вывод простыми словами в рамках шифра одноразового блокнота с длиной гаммы r то есть мы рассматриваем еще раз хочу подчеркнуть мы рассматриваем локальную стоимость то есть конечные l конечные m то есть вот эта модель называется r одноразовый блокнот то есть при r стремящемся к бесконечности но являющейся конечностью понятно да оно так и есть у нас бесконечных последовательностей тоже в природе мало встречается вообще то есть для каких-то разумных больших r то чем меньше калмогоровская сложность вот это запишите как вывод ключ к пониманию чем меньше калмогоровская сложность слов множества открытых текстов тем лучше то есть рандомизация не всегда приводит к повышению стойкости шифров то есть чем меньше калмогоровская сложность открытых тем лучше рандомизация не всегда приводит к улучшению открытых текстов то есть практический вывод практический вывод классические шифры хороши для текстов с достаточной избыточностью для безизбыточных шифров безизбыточных открытых текстов классические шифры в том числе шифроверна не является стойким теоретикой сложность вот такой парадоксальный совершенно вывод привод значит приводит к более детально или к такому выводу приводит более детальное рассмотрение модели Шенона сведением другой меры невероятно с нами на множестве открытых текстов ну и давайте суммируем результат исследования модели Юргенса Родинс ни одна математическая модель совершенно стойких криптосистем как симметричных так не асимметричных не является с формальной точки зрения одновременно необходимым и достаточно необходимым и достаточно то есть определение теоретика то есть безусловно стойких систем определение безусловно стойких систем допускает существование слабых ключей для которых возможно по шифрограмме восстановления открытых текстов с другой стороны практически безусловно стойкие шифры практически безусловно стойкие шифры например R одноразового блокнота R одноразового блокнота не стойкие в теории формально не стойкие в теории таким образом введенная нами безусловная стойкость модели шинона не удовлетворяет необходимым условиям а одноразовый блокнот достаточно второе три принципиарных проблемы три принципиарных проблемы без решения которых нам не построить теоретика информационной стойки шифров первое это наличие слабых ключей без математически точного определения понятия слабых ключ второе невозможность оценки риска невозможность оценки риска частных частных условий частных случаев криптоанализа частных условий криптоанализа и наконец третье частных криптоанализа и наконец третье это отсутствие практического определения меры случайности последовательности меры случайности последовательности третий вывод стойкость принципиально не должна рассматриваться стойкость принципиально не должна рассматриваться на произвольном множестве открытых текстов открытых текстов без учета модели ценности информации без учета модели ценности информации все на сегодня все в следующий раз мы начнем с модели Штарькова и Вайнера подъем действает разряд future لم